Возможно ли в России борьба за президентство, как в США? Власти уже, по-моему, до шароточки, когда она меняется только вперед ногами. Или они сами уйдут, или их уберут по-тихому. К сожалению, иного варианта я пока не вижу. Может быть, эти 10 у нас будут, как в обычных странах. Возможно, только нужны реальные конкуренты, а не цирк, который сейчас происходит. Если нормальная оппозиция будет, конечно же, будет нормальная борьба. Такое, скорее всего, невозможно. Хотя у нас есть лидер, который не имеет такого явного преемника, с одной стороны. С другой стороны, нет ни одной кандидатуры, которая готова с ним на выборах конкурировать. С другой стороны, когда придет срок и будут выдвигаться другие люди, не Владимир Владимирович, то тогда такое возможно, скорее всего, тогда и будут разные силы выступать за одного или другого конкурента. Невозможно ли, а нужна ли? Политическая система должна обеспечивать выживание населения. Все. Если она обеспечивает, значит, она устраивает. Борьба за президентство, конечно, невозможна, потому что выбранные системы абсолютно разные. В Соединенных Штатах Америки, насколько я знаю, борются некоторые выборщики, а у нас, скажем так, неизвестные нам люди, неизвестные отцы. Поэтому, наверное, борьба невозможна. В России у нас в менталитете заложено чинопочитание. То есть, если кто-то тебя старше или чуть-чуть могущественнее, все ему в ноги падают. Поэтому здесь борьба невозможна. То есть, если есть царь, то все будут перед ним всегда. И, естественно, ни один царь не отдаст свой трон просто потому, что кто-то там оказался умнее, например. Ни в коем случае. Невозможно при данной ситуации. Потому что игнорируются нормы Конституции, какие могут быть выборы, смены, эпичменты, когда закон у нас реальными, как назвать их, органами власти, да, игнорируется, как бы действует по понятиям. Неизвестно, им самим даже написанные законы не выполняются. То есть, может быть, вы знаете расхожая такая фраза, что своим все чужим закон. Вот по этой системе как раз у нас и происходит взаимоотношение органов власти и населения. Продолжение следует...